здравствуйте уважаемые дамы и господа канал my sailing и я олег пономарёв снова на связи я нахожусь на борту яхты грейтс которая ошвардовалась в ялте и поэтому сегодня мы поговорим о яхтенных стоянках в ялте первая стоянка это пассажирский порт ялта в самом центре города центральная набережная стоянка безопасная но иногда при юго-восточных ветрах беспокойная в гавани пассажирского порта при этом направлении ветра большой тягун второй недостаток это оформление с портовыми властями выхода из входа в ялту необходимо за сутки подавать заявку затем беготня по кабинетам для оформления оплата и все прочее можно конечно нанять агента но он будет стоить вам 15 тысяч рублей на это тратится драгоценное время по стоимости здесь относительно недорого но на причале нет интернета есть вода и электроэнергия вторая стоянка в районе грузового порта небольшой ковш скм иногда в шутку ее называют марина здесь гораздо спокойнее есть вода и электроэнергия но также нет интернет что привлекательно это то что здесь никаких формальностей по оформлению закона позвонил диспетчеру если есть места заходишь без проблем это несмотря на удаленность от центра города и отсутствие благоустройства стоянка довольно дорогая из минусов еще можно добавить нет кафе ресторанов и нет даже элементарного продуктового магазина так что за развлечениями и продуктами нужно ехать в центр ялты ну вот на этом все мы еще будем вести репортажи с других стоянок в крыму я расскажу и о севаступольских стоянках и балаклаве и других а пока до свидания до новых встреч на канале май сели до встречи в море и 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